То, что вода нечистая, видно невооруженным глазом. Жители дома, расположенного по проспекту Абу-Хайрхана 171, рассказывают, что умываться такой водой не рискует. Для элементарных нужд воду приходится покупать. Такие проблемы люди испытывают уже порядка трех лет, с момента сдачи дома. Обращались во все инстанции, но точную причину плохого качества воды им так никто и не пояснил. Вода отвратительная. Особенно горячая. Идет мутная, кофейного цвета и с песком. Покупаем бутилированную воду, привозят нам, заказываем. Через день, через два постоянно привозят нам воду. Покупаем и все. Больше никак. Даже посуду невозможно помыть, если честно. У нас посуды все желтые. Специалистами Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг были взяты пробы воды. Санэпидемиологи выявили несоответствие нормам. На основании поступившего обращения от жильцов дома по адресу Абыл Хайрхана 171 был проведен отбор воды горячего централизованного водоснабжения. Согласно протоколу исследования образцов, вода показывает, что она не соответствует помутности. В адрес ЖЭК Теплоэнерго и также руководителю ТО СВ Батыс, это застройщику и представителя КСК Сити 07, было направлено письмо о сложившейся ситуации. Было решено провести промывку водопровода, но эти действия не устраняют причину, а дают лишь временный эффект. В свою очередь, сотрудники ТО Батыс Сорнасе выявили превышение уровня железа в воде. Чтобы устранить проблему, необходима установка специального очистного оборудования. Там трубопроводы новые, полиэтиленовые лежат трубопроводы, поэтому не за это, только из-за воды. То, что в воде железо превышает. В планах у нас есть, там строительство деманганации, станции деманганации на подземном водозаборе. Этот проект будет разрабатываться и строительство. Это для чего? Вот будет обезжелезнование воды, марганец будет удаляться и железо из воды удалится. А пока сейчас мы периодически проводим промывки в этих районах. Сроки строительства станции для очистки воды будут зависеть от финансирования.